Послание апостола Павла к Римлянам, 12 глава, 1-й, 2-й стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйте сверхом сил, но преобразуйте соотновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Как понимали это римляне, мы с трудом можем нагадаться, потому что исследований на сегодняшний день практически нет. Выпускает толкование Иоанна Златоуста. Блаженых Атилахта. Златоуст это полторы тысячи лет назад, Атилах 900 лет назад. Они разбирали, как эти места Писания сходятся с другими местами. О чем здесь Павел говорил? Ну а для нас, мужа, чтобы это слово заговорило с нами. Вот почему две тысячи лет проповедуют, проповедники. И проповеди одна с другой не сходятся. Во-первых, в разных местах живут. В разное время. Как это слово касается нас? Оно живо и действенно. Христос вчера и сегодня и в веке тоже. Это означает, тогда он действовал через это слово. Он должен сегодня действовать. Его слово сегодня в серпе не читается. А если читается, не разъясняется. Златоуст прекрасно столковал. Да это далеко не все. Вот читаем мы, помиленная Божия, по векам и вилоси Твоей. Прочитали. Избавим от кровей Божьих. Каких кровей? Ты предисловие прочитай. Давыд посылает своего военачальника, полковника, по-нашему сказать, с письмом храброго человека, который ему жизнь сохраняет. И говорит, пойдите в атаку, а потом бросите его, одного оставьте. А он будет идти вперед и не увидит, что во время битвы-то, где он и вернется-то. И убили его. И написано, когда восторяли Соломона, то шли хелифеи и фелифеи. Кто такие? Это наебники были у царя Давыда. Фелестемляне. Хитияне. Люди очень храбрые. А этот как раз урий хитиянин был. Это его защита была. А вот теперь-то мы считаем, помилуй меня Божий, избави от кровей. А если ничего не понимаем, каких кровей меня? Я бы ее не убивал. А чего бы я его убивал-то? Я бы с ним сошелся с урией. Мне он очень нравится. Поэтому Слово Божие должно с нами заговорить. Даже берем проповедь до Златоуста. Он идет говорить, проповедь подготовил, написал. До Златоуста все по бумажке читали. Впервые без бумажки стал говорить Златоуст. Четыре столетия. Четыре столетия по шпаргалкам говорили. Они не знали, что сказать. Он ушел, и вдруг видит нищий протягивает, обрубленная рука у него, пультяпка, просит милостыню. Посинел, холод. И он проповедь сразу изменил, стал говорить о милостыне. Почему мы такие безжалостные? Почему человека не подобрали? В церкви у нас 15 тысяч приход. Тысяч! В Константинопольской церкви. Почему одного человека не могли обиходить? А тут пробуйте об этом скажу. На каждый период времени Слово Божие имеет какие-то свои особые претензии. И Господь говорит, оно выполнит то, для чего я его послал. Оно не просто читает, оно послано. Оно идет и говорит. Мы говорим, пророк Иеремия. Иеремия рядом стоит. Вот он, такой Иеремия был. А там вы думали, Иеремия под потолок. Ну, он такой же ходил, Илья. Такой же обросток был. Ну, сантиметр выше, ниже. Он еще один. Я могу бы представлять, какой он? Откуда я знаю, как Михей выглядел? У меня воображение разное, да я представляю его как. Если бы я знал фильм, как режиссер, я бы выбрал какого-то человека, я примерно представляю его как. А как он говорил, какая интонация. А если бы он был сегодня, да что бы он сказал? Считаем. Снова. Павел говорит, умоляю вас, братья. Отразу вопрос, а почему они сестры? Сегодня братья и сестры. Ни разу, нигде в Библии братья и сестры нет. У них же они не понятно. Новый Завет. Ни одного раза нет. Ну, храмы-то ставят. Ну, считай, вы сами же сестры-то были. Ну, не может быть, чтобы не было. Братья, все. Это не пренебрежение. Такой Божий устав, чтобы женщина знала свое место. Она не разговаривала. А если к ней обращается, она может вопрос задавать. Дома, говорит? Дома, не дорогой. Пока домой найдешь, дверь закроешь, и тогда у мужа спросишь. Если желающего научиться, пусть спрашивает дома у мужей своих. Так написано. Умоляю милосердием Божьим. То есть Бог нас помиловал. Бог милосердный. Храните это милосердие. Вы что, что милосердие? Я умоляю вас. Не просто в храм ходите, а входя в храм, выйдите другими. Представьте тела ваши. В жертву живую. Не просто день поработал, отдохнул, утром встал, позавтракал опять на работу. Он в субботу помылся, в воскресенье как-то я перетерплю, без работы. Ну невозможно прям жить. Потому что у нас все горит. То сенокос, то по косту. Павел говорит, в жертву живую. И сразу вопрос, а какую живую? Если я этот вопрос сегодня задам людям, они не поймут. А некоторые поймут, поймут по-своему. В жертву живую. И начнут говорить. Вот я пошел сюда жертвовать на образу, бросился. Помянут такие герои. Он говорит, святую. Не просто живую. И благоугодную Богу. А чтобы узнать, что благоугодно Богу, мы можем узнать только, считая Библию. Как люди могли это понять, не имея Библии в руках? Я вопрос опять тоже ставлю. Ведь это ни день, ни два тысячи лет прошло. Мы ездим по окрестным селам. Приходится свидетельствовать. Священники все одинаково относят к Слову Божию. С лютой ненавистью. Все забыто. Как их рубили, как убивали, сжигали. Все забыто. И они думают, так выясняют. Так не будет всегда. Ждет такая молоденка, ни одного папа не останется. Бог их всех поколотит. Они прямо лютуют. Лгут, что хотят, говорят. Лишь бы Слово Божие не звучало. Это сегодня, вот сейчас, настоящий момент, когда мы здесь стоим. Я получаю известие с разных сторон. Для разумного служения вашего. Как? Он быстро просит, Господи, а ты дал нам объяснение, как разумно служить. Мне объясняют так, ну дети должны занять какой-то пост. Пост каждому желательно, чтобы квартира была, хорошее положение, девочек выдать замуж, парней женить. Ну правильно все. Это мусульманин знает. Нам, христианам, как? Это и будин знает, и коммунист знает. Это нам показывают. Фашисты где-то плохие. Но фашисты были такие порядки, каких у нас здесь нет. Все, по-моему, сексуалисты Гитлер сразу к стенке ставил. У него ни одного не было. А тут их регистрируют. Женится мужик на мужике. Женщина на женщине. Это нам только говорят. Гитлер нашу страну, вот в каком частном развале она, он в ее течение пяти лет вывел на первое место. Страна, потерпевшая катастрофу в Первой мировой войне, против всего мира подняла войну. И почти до победы довела. Как в немутрия измена. Значит, по-человечески, да, все правильно. А когда смотрим по-боже, все делалось для авторитета человечества. Это был дьявол в человеческом образе. А по-человечески рассуждать, это был гениальнейший человек. Я изучал политические системы мира почти все. Может, случайно какую-то не знаю. И скажу, ничего лучше фашизма народный люди не придумали. И не придумают никогда. Без сравнения с Библией. Когда я отвел Библию, я понял, это дьявол, образ человека пришел на землю. Разница какая? Его обогатворяют. И когда у немцев было написано «Год метунс», я разговаривал с немцами из Западной Германии еще. Они говорят, «Год метунс, это вы думаете о Боге?» Это означало Гитлер Бог. Мы верили как в Бога. Вот как. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Чего обновлять, если ничего нет? Что там обновлять-то? А обновление-то должно быть заметно самому себе. Вчера я так понимал, а сегодня так. В отношении всего, что нас окружает. А обновление ума в возрасте каком? Может быть только детям, которые в школу идут до смертного вздоха. Чтобы вам познавать, что есть воля Божьей. Да будет воля Творя. И Павел им об этом напоминает. Волю Божью познавать мы можем только сообразуя духовное с духовным. Которое есть благая, угодная, угодная воля Божья. И совершенная. Мне ничего нельзя добавить. Я прочитаю несколько мест Писания. Немножко. 18 мест открою. Может быть и сотни мест. Я их выбрал, чтобы показать. Как это все-таки Бог показывает? В чем мы можем преобразоваться? 1 Коринфянам 1.10. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Там умоляют? Умоляют. Умоляют как человек? Я такой маленький. Я прошу тебя. Ну пожалуйста. Ну ради Христа. Вот так Павел нас умоляет. Он к нам сегодня говорит. И именем Господа нашего Иисуса Христа. Если вы верите, то не ради меня, но ради Христа. Я именем Его умоляю. Что нужно? Чтобы все вы говорили одно. Так это важно. Да без этого ничего нет. Какие разделения? Сейчас начинает патриархия. Полное общение с армянами. Григорины армяне. Я с ними беседовал. В Барнауле есть храм святой Репсимии. Репсимия армянка. Это 4 век, когда еще все было вместе. Еще не разделено было. И что? Ничто не разделяет нас. Придумали одна воля, две воли. Одно естество, два. У нас есть вера в один у Бога Отца. Все. Никео цареградский символ. За Него не надо переходить. Тысячу лет провоевали. А теперь говорят, а нас ничто не разделяет. С католиками, конечно, от Отца к Сыну от Свой не сходит в Дух. А нас ничто не разделяет. В Библии написано и так, и так. Многие святые отцы понимали так, как католики понимают, а не как православные. От нас все это скрывали. Когда начинаешь изучать историю, ты видишь, равный апостольный князь Константин. Откуда? Он всю жизнь жил в некрещеных. Руководил Вселенским собором, он был некрещеный. Язычник, раз некрещеный. Смертный уже час буквально. И крест от его висей епископ еретик. Он православного не было, православный не умер даже. Равно апостольный. Почему? А христианскую ревизию сделала господствующей. Ну насколько же все-таки мы неискреннее? Вот откуда все идет. Богу от нас все угодно. Почему нам это все не говорили? А когда говоришь, голову пускают. Нас во лжи держат. Чтобы не было между вами разделения. Говорили о мной, не было разделения. Мы можем говорить одно, когда любим Слово Божие. По Слову Божию. Сколько мы встречаемся со священниками, нигде, ни разу еще мы с ними не беседовали по Слову Божию. Приходим с сектантами, сразу начинаем по Слову Божию беседовать. Сразу же. Для чего это же они и есть? Священник угрожает, лжет, обзывает, юридиками, как угодно. Я встречаюсь, потом говорю, зачем же ты говорил? Я специально делал, чтобы вам люди не подходили. И ты знал, что это ложь? Ну конечно я знал. Священник. В открытую сам говорит, сознается, когда стал с нами близок уже. Это не один, абсолютно везде. Еще ни одного сбоя, вот от этой дьявольской программы у них не было. Везде на одной лжи все основано. Я сегодня сказал, у меня такое подозрение, что меня убьют. Киллеров подошли, как на апостола Павла. 40 человек за кляльцами пить. Они лютейшей ненависти ненавидят меня за книги. Книги начинают говорить, работать. Они ни одного слова не могут возразить. Я призываю всех к любви к Богу, ко Христу, у ног Христа, чтобы сели. Это создана новая религия без Христа. Все, Божий, как благослови, Божий, как благослови. Шаг не могут шагнуть без этого. Нет такого в Библии, чтобы человек такой неразумный был и на каждое слово искал. Не о вас кто благословил. А почему тогда ты не с нами вместе? Это религия в монархов, попов, но не в Бога. При вере в Бога человек свободно считает Священное Писание. Он встречается с сектантами, доказывает, обречает, свидетельствует, преобразуется духом, умом. Ничего этого сегодня нет. Но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях, вот что угодно Богу. Мы нашли растолкование, что он писал Кримбин. Дальше, 1-я Калипсин, 5-я глава, 7-й, 8-й стих. Итак, как интересно обновленному уму-то служить. Очистите старую закваску. Вот если точку поставить, ну сейчас начнете квашонки искать свои, выщищать, ножики в руки возьмете. А как? Чтобы быть вам новым тестом. Не в квашне теста, а вам мы тесто. Ребятишки маленькие смеются, тесто, жених да невеста. Так ну вот как раз есть и жених, и невеста. Так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со присмоками чистоты и истины. Если бы вот это приняли, священники, клевета прекратилась бы всяческая. Всюду и весь дел гуд. Повторяю, ни одного пока случая нигде не было. Шаршина нет в церкви. Нормально, где бы не заехали, нормально разговаривали. Папа не был, лучше там ничего не отравили. Доезжаем в Тюменцевском районе, два села заехали, там нет священников в церкви, нормально, судьбы можно разговаривать. Как-то когда ехали там, где есть церковь, особенно около церкви, все отравлено, ничего не хотят слышать. Совершенно. Поп подмял под себя, и в день и ночь отравы льет и льет и льет на них. Сегодня, кажется, главная молитва должна быть, убери попов, Господи, и разрушь храм. Вот такая мысль приходит. Закрыли Евангелие. Совершенно. Рядом сектанты заехали, сразу Библию открывает стаду, заговорили. Он еретик. С ним можно разговаривать. В первом послании к Коринфянам 6, 13, 14, говорит, пища для чрева. И чрева для пищи. Но Бог уничтожит то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Вот как преобразится духом ума. Первое Петра 2, 20. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу. Но несправедливо. Повторяю, это угодно Богу. Как мы должны Бога за это благодарить? Вот обновленный ум. А не обновленный ум, он по-мусульмански будет. Как? Отомстить. Вот я уже всем дам посмотреть, как мусульманскую девочку учат. Кто? Враги Божии. Она двухлетняя отвечает. Евреи. А кто? Заблуждающиеся. Христиане. Еще один вопрос не задали. А самое заблуждающее, она должна была бы ответить. Самые враги, она должна была ответить, мусульмане. Вот этого вопроса-то ей не задали. В Коране поминается Соломон Сулейман. Он слышал, на слух брат всего Магомед. А почему ни одной причины нету? А там муравьи разговаривают, куда-то царя Соломона, джины эти джины, духи носили. Бред. Ни одного нет слова. Он их не мог запомнить, притчи там. Он был совершенно неграмотный. Он не знал писать ни арабский, ни грешеский. Не знал язык. Да как же он тогда мог написать? А как же про Давида Дуат? Да он там пишет. Хорошо. А у Давида Псалтырь, что ж ты ни одного псалма-то не привел Магомед? Ни одного не привел. Он не знал. Но главное-то Давид-то нам целен, чек, что он написал Псалтырь. Слышали, какие прекрасные слова? Почему Магомед ни одного псалма не написал? Давид это только слово. Он да вот, да вот, повторяет он много раз. Он на слух что слышал, то и теперь это взято за основу. А что наш или правильно? То есть тысячу 600 лет, до него еще 600. Это получается от Моисея до Мухаммеда 2200 лет. И он говорит, кто-то не понимал, я понимаю. Уже 2200 лет бытие было написано. Уже Моисея 2200 лет как умер. Он теперь слышит и говорит, а Майок будет продать. Не можем все им сделать. Это не обновленный ум, а застарелый плотской ум. Обновленный он понимает, кто впереди меня прошел. Я могу написать стихотворение, рассказать переложение Псалма Давида, ну как Державин пишет, Пушкин пишет, переложение. 1 Петра 2.5 И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисуса Христова. Мы все вместе священники. Ты женщина, но ты священник. Все. И как живые камни, мы из себя дом духовный строим. Из себя, из самого. Какой вопрос? Да как я его строю? Да угодно ли Богу в этом храме пребывать? А какой там фимиам, фимиам молитвы? Какие там огни горят в этом храме? 1 Теснан Екисам 4.1 Засим, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы мы приняли от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более кто преуспевали. Не от Попова приняли, а от Павла. А чтобы в том преуспевать, надо это знать. Надо все время заниматься детьми. Я снова обращаюсь к учителям. Давайте дополнительную нагрузку. Дома хотя бы, не в программу, факультативно. По одному стиху в день. Ставьте вопросы, я вам раздал, что составьте. Время уходит. Ребенок должен основные вопросы отвечать. Пусть немного будет, сто вопросов. Но эти сто вопросов, чтобы он наизусть знал. Совершенно. Не только биография Иисуса Христа апостола. Но что от нас Бог требует? Какой главный грех? Устраивает действие у священника. Какой главный грех? Вот сейчас отец Павел приезжал. Он поставил, говорит, убийство. Он даже не знает, что главный грех против Духа Святого. Священник! Сколько смертных грехов? Перечисляет семь. Семьдесят семь. Ты послушаешь, больные люди совершенно, неверующие. Это его священник, который после возьмет и пойдет кадилов кадить, допускать. Первое стихи санитетством 4.10. Ибо вы так и поступаете. Со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, воли в том преуспевать. Вот что от вас мы доброе получили, что от вас слышали доброе, в этом успевать еще больше. Каждый день увеличивай это. Заботься о приобретении блага. Первое стихи санитетством 5.12. Просим же вас, братья, уважать убедящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и в разумляющих вас. Он говорит, я им говорю, ты же предстоятель священник. Почему же ты проповеден, я не говорю, а я не предстоятель, я только священник. А ты предстоятель епископов. Он говорит, да любой не акон, предстоятель. Ты же предстоишь алтарю там. Нет. Ну хоть что-то народу-то скажи. А зачем служба-то есть? Вот приехал сейчас, рассказывай, где город? Новосибирск. Ну а что-нибудь другое, ничего другого нет. Главное пришел, согнулся, службу отстаем и пошел. Второе, коринфянам 4.16. Посему и мы не унываем, но если внешне наш человек и клеит, то внутренность на ненаде обновляется. Получил песно. Опять на лечебные письма ответ. Православное. Один стол. Четыре страницы только о своих болячках. Как плохо в Москве жить, какой дурной воздух, как мы болеем. Ни одного слова о Боге нет. Атсеканта получает. В одном письме 70 раз на библию ссылается бабушка. 70 лет указала глава и стих. Игонистка. Да за 70 лет все вместе православные строками и укажут. Посему мы и не унываем, говорит Павел. А у нас унываем, если внешний человек клеит, стареет, морщины старается разгладить. Какие-то маски наложить. Внутренний человек у тебя какой? Может быть, сердце осмотришься, а если бы увидел внутреннего, со страха упал бы. Второе, коринфянам 5.14. Ибо любовь к Христову объявляет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. То есть мы должны посчитать себя умершими для греха. Мы во Христе все умерли. Вот что такое обновление ума. Второе, коринфянам 3.15. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. И мы должны вооружиться той же мыслью. Мысленно так представляете, что от нас захватят. Потребуется отречение от Бога. Детей на это наставляйте. Смотрите, как легко готовят террористов. Она только замкнула на животе, на ней пояс смерти надетый. Она взрывается и всех уничтожает. Вот только передали два смертника, взорвали. Сколько людей, сколько сот людей погибло. Умерли, больные, поранены, при смерти. Они идут, им рассказывают, что они получат на небе сразу от Аллаха, что нужно. А мы должны им сказать, ты собой пожертвуй. Мы этого делать не можем. Христос за нас умер. Не умертвен кого-то, а умер. У нас совсем по-другому все. 2 Коринфянам 6.1. Мы же, как спаспешники, умоляем вас, что благодать Божьей не тщетно была принята вами. Опять умоляю. Благодать во Христе. Благодать не то, что священник рукой махнет, крестное изображение сотворил. Люди так и это знают, а батюшка не благословил. Благодать, которая кищится священник, она может давным-давно его покинуть. Он не может благословлять вопреки Писания. Он должен забрать, а я еду, батюшка благословил. А куда едешь? А нужно ли ехать? Зачем едешь? А ты приготовил место, взял с собой Евангелие, чтобы хоть один листик кому-то дать. Ни один священник по всей стране этого не сделал. Никогда Бог благословит. Если хорошее отношение, он тут же ее благословил, по головке погладил. Благословить это значит принять благословение от Бога. Бог благословляет только на то, что в Библии написано. Эфицианам 4.1. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Какое звание? Мы христиане. Мы дети Божьи. И опять умоляют. Умоляют, мне кажется, всегда руку к сердцу прилагают, человек склоняется. Я прошу тебя. Ну сделай, я прошу тебя. У тебя же звание христианин. Ну ты помни, кто ты. Не просто у тебя мать или отец, учитель, там, председатель колхоза. Мы Христовы. Ради этого только стоит нанести себя как положено. Воздержаться, где-то промолчать, потрудиться, помочь. Эфицианам 5.10. Испытывайте, что благоугодно Богу. Когда последний раз испытывал, что благоугодно Богу? Я считаю, а ты все применяй на сегодняшний день к себе и к своему огороду, к своему дому, к своим рукам, к своим родственникам. Испытывайте, что благоугодно Богу. Евреям 10.22. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистим сердца, порочной совести, и об их тело водой очистим. Все это образно. Это в духе цветов, надо понимать. Не просто в воду залез, опутнулся или кисточкой священник покропил. Сегодня они окропят танки, благословляют православность. Православные воюют. Вот сейчас русские с грузинами, там и там православная вера. Я на днях так рассчитал выступление епископа дагестанского. Дагестанец, православный епископ, и пишет письмо Илье Второму, католикосову, грузинскому. Что вы делаете? Русские с русскими воюют. Как вы это можете терпеть, допускаете? Я смотрю на его лицо, и видно, что в кавказской вершинстве дагестанский епископ. Чудо Божие. И он убеждает нас. Срам-то какой. Почему патриарх не выступил? Ни разу. Нигде. Сказал бы, воевать мы не имеем права убивать. Мы можем только собою жертвовать. Евреям 13, 16. Не забывайте также благотворение и общительность. Ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Благотворение. Уметь добро делать, давать. А общительность. Чаще встречаться, быть, беседовать, подходить. Будем, Павел говорит, 13, 12. Через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. То есть плод уст, прославляющий имя Его. За все слава Богу. Чтобы не было слава Богу. Римлянам 6, 13. И не предавайте членов ваших греху в орудии неправды. Но представьте себя Богу, как оживший из мертвых. И членов вашей Богу в орудии праведности. Мы должны рассуждать о себе так. Я был мертв, я жил. И все, что у меня есть, я посвящаю Богу. Что я считал? Что смотрел? И что теперь? Что я делал, куда я ходил? И что теперь? Во всем я должен увидеть такую перемену, как между живым и мертвым. И Павел нас умоляет, чтобы мы делом доказали, что воля Божия поздна на нами. О чем мы слышим? Как сожалеем? Как мы желаем кому-то помочь Словом Божиим? Как его распространить? Если Господь благословит, то завтра, видимо, братья поедут. А может быть, я поеду. Вы заранее начинайте молиться. Выделите несколько, хотя бы минут, и прямо на руках молитвы несите. Мы идем на многовестие. Чем можете, постарайтесь помочь, потому что это стоит. Он все залит братом, он ни за машину не зашел. Только на горючее 300 рублей. Так что чем можете, сами не можете участвовать в этом. Мы не накладываем на вас никакого Исаака, Ни Аброка. Нету, значит, нету. Нет у тебя там и все. А женщина положила лекту там. И эта лекта до сегодняшнего дня все еще лепится каждому. Умудряйтесь во спасение. И будем познавать волю Божию. И милосердием Божиим преобразятся все наши члены. Во славу Божию. Аминь.